Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю крутость его. Сегодня мы будем читать 71-й псалом. По надписанию славянской Библии этот псалом представляется принадлежащим Давиду и писан им о Соломоне, являясь таким образом молитвой царя за своего сына. Такое объяснение, введение в этот псалом предлагает нам толковая православная Библия. По тексту Саптуагинты в переводе Юнгерва надписание псалма о Соломоне, псалом Давида. Ну, церковнославянский, мы уже с вами выучили это, он всегда следует за греческой Саптуагинтой. А в еврейской Масуре надписание «Для щаломо», то есть для Соломона. Псалом небольшой, здесь у нас всего 19 стихов. И более правильнее воспринять этот псалом как молитва Давида за своего сына. Но этот псалом является и неким наследием Соломона. То есть научает Соломона также молиться за своего преемника. Таким образом, противоречия в наименованиях устраняются. И мы можем перейти к самому содержанию этого псалма. «Боже, даруй суд Твой царю и правду Твою сыну царя». Мы знаем, что Соломон стал царем еще при жизни Давида. Поэтому вполне возможно, что псалом был составлен, написан Давидом накануне его смерти. Хотя из исторических книг, Писания, мы этому не находим подтверждения. Но в любом случае, этот псалом научает нас, как молиться за царей. И первый стих показывает, что молитва за царя – это молитва за династию, то есть и за его наследника. «Боже, даруй суд Твой царю и правду Твою сыну царя». Возникает вопрос, чем суд отличается от правды. Здесь говорится «дай суд Твой», то есть Божий суд и правду Твою. А как это соотносится суд и правду? Суд – это некое суждение, которое должно быть объективным. А правда по отношению к суду – это истинная приговора, который осуществляется на основе суждения, которое имели. То есть нельзя совершать суд, не имея суждения. Поэтому в Священном Писании есть законы о судьях, законы о свидетелях, кто может быть судьей, кто не может быть судьей, кто может быть свидетелем, кто не может быть свидетелем, отчего свидетельство воспринимается как достоверное, отчего – не очень. Но царь по определению – судья. И если мы применим слова, обращенные к царю и к сыну царя, как слова о Давиде и о его сыне Соломоне, то получится, что Соломон, когда восходит на царство, он должен завершить все судебные разбирательства своего отца Давида и вынести правдивое решение, то есть закрыть все подобные дела. В христианском мире было принято закрывать все судебные дела общей амнистией в связи со смертью царя, как помазанника Божия. Точно так же по закону Божию смерть первосвященника Коэн-Годоля по закону Моисееву объявлялась полная амнистия. А если царь – это Соломон, а сын – это Рваам, сын Соломона, тогда этот псалом действительно рекомендация Соломону, как он будет молиться за себя и за своего сына как продолжателя. Так вот, в случае с Рваамом, сыном Соломона, а внуком Давида, истинный суд был искажен Рваамом, ибо его суды опирались не на советы старцев, а на советы молодых людей. И в этом была поручность. Любой человек, обличенный во власть, если он окружает себя молодыми советниками, его духовный уровень, как у младенца, он не понимает, что должны быть советниками старцы. А молодые советники могут привести к расколу, к разделению единства народа Божия, что и случилось с внуком Давида, сыном Соломона, Рваамом, который, последуя советам молодых, он расколол народ Божий на два царства. Прочитаем теперь вместе первый и второй стих. «Боже, даруй суд Твой царю и правду Твою, сыну царя, чтобы судить народ Твой по правде и бедных Твоих по закону». Как это звучит по-славянски? «Боже, суд Твой цареви дашь, и правду Твою, сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде». Дословно с еврейского получится «Боже, Твои суды Ты, царь, дай и Твою праведность сыну царскому, чтобы судил Твой народ праведно, а бедных Твоих правосудно». Масура немножко расширяет смысл слов «и правду Твою, сыну царя». То есть царь обязан передать истинные суды своему наследнику. А по Масуре получается, что он должен сделать своего сына праведным. И это подтверждается несколькими текстами из пяти книжек, где прямо говорится, что Отец обязан обучать сына законам Божиим. И это повторяется несколько раз. Но прежде всего он должен учить, вставая с постели, ложась спать. А что это за детализация? Имеется в виду, он должен обучать утренним молитвам, вставая с постели, вечерним молитвам ложась спать, сидя за столом, какая пища дозволена, какая нет, идя дорогой. Это имеется в виду при совершении любого поприща. И мы читаем далее. Далее с третьего стиха и ниже. Да, воспримут горы мир народу и холмы правду. Он будет судить бедных народа и спасет сынов убогих и смирит клеветника. Почему здесь предлагается такое поэтическое рассуждение, да воспримут горы мир народу и холмы правду? Здесь и речь идет о том, что решение царя распространяется на всю землю, над которой правит царь, правитель. Горы – это вельможи, холмы – это люди, семейные, которые имеют свое положение в обществе, но они отличаются от вельмож. То есть и вельможи должны, восприняв от царя наставление в мире, нести народу, и холмы – люди, имеющие какое-то положение, правда, они не вельможи, они тоже должны передавать эту же правду. Ведь закон-то один и тот же, мы с вами прочитали выше, «чтобы судить народ твой по правде и бедных твоих по закону». Почему говорится, что бедных надо судить по закону? Чтобы не было законодательного произвола против бедных людей, чтобы никогда не принимались такие законы, которые усиливают гнет на бедных людей, наподобие законов Рвама, который сказал, «Как мой отец накладывал на вас повинность, я во много толще сделаю эту повинность». И он погубил собственную страну. Как сказано в Евангелии, если царство разделится само в себе, оно не устоит. «Он будет судить бедных народа и спасет сынов убогих и смирит клеветника». Если он будет судить бедных народа и спасет убогих, то кто же клеветники? Неужели богатые? Неужели люди с достатком? Неужели им нечем заниматься? На самом деле здесь клеветник – это дьявол. Потому что дьявол все время клевещет на бедных земли и на убогих из народа. И Афанасий Великий и Федерит Кирский именно так толкуют дьявола как виновника неправд и преступлений на земле. То есть даже любая социальная несправедливость является продуктом реализации некоторых замыслов дьявола. И обычно, когда вопрос касается бедных земли, МХАРЭЦ по-еврейски, мы хотим откупиться от них с помощью милосердия. Но бедные земли нуждаются больше в справедливости, больше, чем в милосердии, которые могут быть попыткой откупиться от этих людей, чтобы они не маячили перед нашей совестью. А справедливость настаивает на том, что все богатства общества создаются потом и кровью труждающейся. И люди, которые занимаются распределением богатств, они не имеют права и на половину того дохода, который должны получать реально те, которые люди труда. доходы, ситуация такова, что распределители через спекулятивные махинации, они распоряжаются 95% дохода, а реальные труженики, которые производят богатство общества, всего 5%. А соотношение между народами, всеми народами, племенами на планете и богатыми, 20% живущих на земле обладают 80% всех богатств этой планеты. это значит, что 80% живущих на земле не пользуются трудами собственных рук, которые они, эти блага земли, добывают своей кровью и своим потом. Это удивительно, но в псалмах Давида, который был царем, вот эта социальная составляющая присутствует. Возможно, это было связано с тем, что он был избран богом из простого сообщества, простых людей. Мы видим, что обостренное чувство справедливости было у Моисея, он все время за кого-то вступается, кого-то защищает, у Якова и у Давида, потому что только те люди, которые имеют обостренное чувство социальной справедливости, способны стать духовными лидерами, военными, политическими лидерами в народе Божьем. Он будет судить бедных народа, то есть царь, и спасет сынов убогих, и смирит клеветника, то есть дьявола. поэтому под царем здесь понимается и царь царей, который реально Христос не просто смирит клеветника дьявола, а чудом своего пришествия, второго, святостью своего пришествия, дыханием уст убьет антихриста, сына дьявола, а самого дьявола заключит преисподнюю. И прибудет солнцем и прежде луны в роды родов. Здесь есть некая сложность и прибудет солнцем и прежде луны в роды родов. Феодорит и Афанасий Великий предлагают такое решение. Рожден прежде бытия твари и будет иметь всегда продолжающееся бытие. То есть здесь речь идет в пятом стихе уже сугубо о Христе. Давайте посмотрим, как это звучит по Масоре. Тебя будут страшиться они при солнце и пред ликом луны из рода в род. Масору тоже не оставляет сомнений, что речь идет о царе царей, потому что сказано из рода в род, а каждый земной правитель существует в своем роду. Но Масора также обращает внимание на то, что земной правитель должен оберегать своих подданных при свете солнца, то есть днем, и пред ликом луны, то есть ночью. А что такое свет солнца и свет луны? В Библии сказано, если кто делает подкоп под твой дом, но он это делает при свете солнца, застав его, ты не должен его убивать, ты должен позвать людей и пленить этого человека. Но если кто-то делает подкоп под дом при свете луны, то есть ночью, а кто-то забетил, а мать с детьми спит на кровати в этом доме, он может подойти и убить. То есть закон Божий устанавливает, что когда благоприятные времена, мы можем быть более снисходящими, вредительными даже к преступникам. Но когда времена не очень благоприятны и социальный мрак окружает нас, мы должны более строго взыскивать с них. Конечно, это никакой не призыв к самоуправству, к самосуду, но это свидетельство о том, что надо действовать всегда соизмеряя свое действие, в какой период времени оно происходит. «Воссияет во дни его правда» – это мессианские слова уже – «и обильный мир пока не отнимется луна». «Воссияет во дни его». Кого его? Это относится к Христу Мессии, Спасителю и, скажем так, с 9, точнее, с 7 по 19 стих все слова здесь связаны с Мессией Христом. «Воссияет во дни его правда и обильный мир, пока не отнимется луна, и будет он обладать от моря до моря, и от рек до краев вселенной. Пред ним препадут эфиопляне, и враги его будут лизать прах». То есть тот, кто будет царем до концов вселенной, такого правителя в земном смысле не было, едва ли такой правитель возможен, но это Христос. который царствует в своем царстве, а царствие Божие это церковь, и не случайно, что здесь сказано о том, что придут эфиопляне, препадут пред ним эфиопляне, и мы знаем, что действительно до сих пор существует эфиопская церковь, который сохраняет древние предания о том, что они приняли единобожий монотеизм, еще начиная от времен царицы Савской, которая во дни Соломона шломо приходила послушать премудрости Соломона из своих земель. И враги его, то есть Христа и его церкви будут лизать прах. Имеется в виду знак покорности ему как победителю дьявола. Помните в Бытие 3 глава 14-15 там как раз дьявол предстает побежденным, когда пришедший от семени жены скуршает его в голову, а для того пищей станет прах. Цари фарсийские и острова дары принесут, цари аравийские и сова дары принесут. Кстати, упоминание каких-либо земель с уточнением и острова многие современные христианские экзогезы относят это к одному острову. Это Северная Америка, к другому это Южная Америка, а третье это Австралия. То есть отделенные водой территории, которые не были известны в одни надписания этих священных текстов. И поклонятся ему все цари земли, все народы послужат ему, то есть когда теократические принципы осуществлятся яко на небеси и на земли, царь царей и Господь господствующих воцарится над этим миром. В некотором смысле это было уже в прошлом, когда в средневековый период многие цари, племена, народы, преклонялись перед знаком креста, когда сама римская империя была уловлена в сети евангельского благовестия. Ибо он, то есть Христос, избавил от сильного, бедного и убогого, сильный это дьявол, от которого Господь избавляет нас, бедных и убогих, у которого не было помощника, то есть до Бога воплощения у нас не было помощника, который был бы подобен нам во всем понимающий нас, искушен во всем, кроме греха, как пишет апостол Павел. Пожалеет бедного и убогого, и души убогих спасет. Это наш Господь, Иисус Христос, который говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. От любостяжания и неправды спасет души их, и честно имя его будет у них. Любостяжание это закваска Иродова, о проникновении которой в церковь Христос предупреждал своих учеников. Христос также предупреждал о двух других заквасках фарисейско и саддукейско и саддукейско Саддукейско это модернизм, дух наобновленчества, фарисейско это ложный консерватизм, а закваска Иродова это такой гламурный образ жизни наподобие того, который вел Ирод. И для служителей церкви это совершенно неприлично. Поэтому они должны очищаться от любостяжания. Мы обогащаемся нищетою Господа нашего Иисуса Христа. И будет жить и будет жить Феодорит Кирский наставит на том, что речь идет о Христе, его господство в церкви посреди народа Божия. Возможно, перевод прибудет и будет жить или прибудет и будут давать ему золото из Аравии и помолятся о нем непрестанно всякий день будут благословлять его. Помолятся христиане и христианские церкви будут песнословить Христа это объяснение Эфимия Зигабена ученого монаха бизантийца XII века. Это теократический период связанный с военным средневековьем когда действительно удавалось церкви занимать целые земли и целые народы преклонялись под знаком Христа. Такое торжественное движение церкви замедлилось после разделения церкви на западную и восточную ибо действительно трудно устоять царству если оно разделится само в себе. И не просто разделится а начинаются конфликты между одной частью христианского мира и другой. Так было и с еврейским народом. Когда они разделились на иудейское царство израильское они не просто стали идти разными духовными путями они стали враждовать друг за другом друг с другом. Правда пророки были и там и там. В израильском нечестивом царстве где не было храма там всегда было больше пророков чем в иудейском где храм был служение левитов совершалось. всякий день будут благословлять его то есть верующие будут прославлять христа и будет он утверждением утверждением для церкви и верующих. Здесь аллюзия с первым посланием Коринфянам 3.11 и будет он утверждением на земле и наверху гор. Наверху гор имеется ввиду что гора церкви она будет как бы превознесена над всеми горами. Например соотношение между наукой и религией. Некоторые считают что это какой-то конфликт а некоторые ученые богословы говорят что наука точнее науки они разные должны себя чувствовать служанками при царице а царица это церковь и то божественное откровение которое в ней содержится и текст из песни песней что выступила невеста царица в окружении служанок это как раз соотношение между библейским откровением христианской политикой и человеческими науками и несовершенными формами политического правления которые не основываются на теократических принципах и будет он утверждением на земле и наверху гор поднимется выше Ливана плод его и процветут жители из города как трава на земле почему Ливан ставится в пример потому что живущие в святой Палестине не знали более высокого дерева чем Кедр Ливанский процветут жители из города имеется ввиду град Божий царство его тот самый град Божий о котором много пишет блаженный Августин и отличие града Божия от града Дьявола в том что в граде Дьявола любят себя так сильно что доходит до презрения к Богу а в граде Божьем любят Бога так сильно чтобы доходить до презрения себя в своем падшем состоянии а верующие процветут жители из города город это крепость значит за счет чего они процветут будет поставлена града между стремлением совершить что-то беззаконное и возможности это сделать это ограда со стороны Бога состоит из заповедей уставов и постановлений это как бы мечта Бога о каждом из нас а со стороны церкви это каноны уставы церковные предписания это наша попытка удалиться от нарушения Божьей заповеди как можно дальше иудеи понимали это буквально например в священном писании нигде не написано что надо отращивать пейсы а почему тогда иудеи носят эти неудобные пейсы потому что в писании есть запрет брить виски и чтобы удалить себя от нарушения этой заповеди чтобы не брить виски а не отращивать пейсы кому-то это может показаться чем-то забавным но на самом деле мы всегда должны иметь ограду между собою между теми страстями которые бушуют в нашей душе и возможностью их совершения поэтому пока мы в граде пока мы не покидаем его то мы процветем как трава на земле феодорит и зигабен поясняют христиане и христианские церкви наполню всю землю всю землю потому что трава имеет такое свойство когда выбрасываются семена ветром все это разносится и никто казалось бы не пахал никто не сеял а движение цветущее движение трав благоухающих праведностью христовой распространяются будет имя его благословенно это имя нашего спасителя ибо нет другого имени под небом которым надлежало бы нам спастись кроме имени Иисуса Христа будет имя его благословенно во веки прежде солнца пребывает имя его и благословятся в нем все племена земные то есть не одно еврейское племя а все племена земные все народы ублажат его то есть не было солнца не было луны а имя господа было высоко превознесено над всем творением посмотрим как это звучит с массоры имя его пребудет вовек пред ликом солнца незабвенным будет имя его и благословляться им будут все племена и счастливым его признавать счастливым это возможный вариант слова блаженным то есть будут благословлять его все народы земли а то что в еврейской традиции называется баруха когда каждая молитва обращенная к богу ну в основном начинается словами баруха тааданай благословен ты господь благословен господь бог израилев единый творящий чудеса это предпоследний стих и последний стих и благословенно славное имя его вовек и век века это имя мессии христа и наполнится славой его вся земля да будет да будет вот этот акцент он как бы подчеркивает необходимость чтобы это наступило посмотрим как этот стих звучит по массоре и благословенно его славное имя вовек и наполнится славой его вся земля амэйн амэйн то есть да будет имеется ввиду да будет истина так да будет истина так ибо слово амэйн аминь в христианской транслитерации означает истину как бы последней инстанции и в окончании псалма надписания окончились песни Давида сына Исеева то есть здесь как бы говорится о том что некоторый цикл молитв Давида оканчивается но это не значит что до конца псалтыри мы будем изучать чьи-то другие псалмы конечно нет мы увидим псалмы Давида в любом случае он считается как бы главным редактором всего этого сборника псалмов или книги восхваления